Вести Карачаева, Черкесия 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 для лиц, проживающих на Украине и в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Им не нужно в течение пяти лет жить в России, доказывать наличие средств к существованию и сдавать экзамен на знание русского языка. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик также могут обменять свои водительские удостоверения на российские права без экзаменов. Казаки Баталпашинского отдела Практические занятия по огневой, тактической, химической, биологической, радиационной, медицинской и строевой подготовке Современная обстановка ставит перед казаками, как и перед всеми жителями страны, новые задачи, с которыми мы, конечно же, должны справиться Прокомментировал атаман Баталпашинского отдела Валерий Дедук Сборы, прошедшие в Майкопе, это очень важный этап военной подготовки наших казаков Ежегодно мы проводим военно-полевые сборы на базе 34-й горной мотострелковой бригады «Сторожевой-2» А теперь с нами делятся опытом и майкопские военные Занятия провели боевые офицеры Они поделились реальными и очень ценными навыками по организации обороны Наступление, ведение боя на различном ландшафте Продемонстрировали разные сценарии боя Обучили казаков ведению разведки, обезвреживанию взрывных устройств и работе с картами Безусловно, впечатлены полученным опытом Отметил Валерий Николаевич Дедук Абсолютный российский рекорд Знаки Z и V размером 50 на 40 метров Установлены на высотах от 200 200 до 3500 метров Над уровнем моря в Карачаево-Черкесии Это является абсолютным рекордом на территории Европы и России В республике прошла военно-историческая патриотическая экспедиция «Кавказ-2022» В поддержку специальной военной операции и российских военных Мероприятие проходило под эгидой некоммерческой организации «Глобус» Экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова И Русского географического общества При поддержке правительства Карачаева-Черкесии На горных перевалах в местах проведения боевых действий Времен Великой Отечественной войны Санчарского и Клухорского перевалов и Домбайских вершин Были развернуты символы специальной операции В Донецкой и Луганской народных республиках Общее количество участников экспедиции В том числе приехавших из дальних уголков России Составило 300 человек Так жители всей страны объединились Чтобы провести патриотическую акцию В поддержку российских военных Жителям сельских территорий в шести российских регионах Серьезно улучшат условия жизни По поручению президента Федеральное правительство направит почти 370 миллионов рублей В Псковскую, Ростовскую, Рязанскую и Самарскую области А также Карачаево-Черкесию и Якутию На финансирование мероприятий По комплексному развитию сельских территорий На эти средства будут построены и обновлены Водопроводные сети, очистные сооружения, дома культуры, детские сады, школы и библиотеки Решение повысит в регионах Доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры Для 16 тысяч жителей В 14 населенных пунктах В связи с тем, что в Карачаево-Черкесии Наблюдается рост выявленных случаев COVID-19 В больницах республики введен масочный режим А также ограничено посещение лечебных учреждений В общем, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем COVID-19, не отличается тяжелым течением заболевания И сопровождается в основном респираторной симптоматикой На сегодняшний день в госпитале на базе городской больницы Находится 29 пациентов Подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких Среди них нет Также госпитализировано 7 детей Их состояние стабильное В общей сложности 365 человек находятся под медицинским наблюдением амбулаторно К ним относятся лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19 В соответствии с графиком проведения встреч прокурора Карачаева-Черкесии С представителями бизнес-сообщества 24 августа состоится выездной прием предпринимателей в городе Карачаевске Исполняющим обязанности прокурора Карачаева-Черкесии Саналом Бахниковым Мероприятие пройдет с 11 до 13 часов в прокуратуре города Карачаевска По адресу улица Мира, 30 26 августа заместитель прокурора Карачаева-Черкесии Али Гербеков С 11 часов по московскому времени проведет прием заявителей в Усть-Джигутинском районе Мероприятие состоится в прокуратуре Усть-Джигутинского района по адресу улица Богатырева, 32 При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для его оперативного рассмотрения В отношении 30-летней жительницы Усть-Джигуты возбуждено уголовное дело Она подозревается в мошенничестве Ранее в полицию обратилась жительница Учкекена, сообщив полицейским, что жительница Усть-Джигуты обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 40 тысяч рублей Избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что в феврале этого года злоумышленница под предлогом помощи в оформлении получения гранта На поддержку молодых предпринимателей взяла у заявительницы вышеуказанную сумму денег и по настоящее время обязательства не выполнила и деньги не вернула Прикубанским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего работника районной администрации Он признан виновным по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере Подсудимый, используя свое служебное положение, совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных на нужды образовательных организаций района в сумме свыше 1 миллиона 190 тысяч рублей В ходе судебного разбирательства злоумышленник, несмотря на непризнание своей вины в инкриминируемом преступлении, полностью возместил причиненный ущерб Социальное предпринимательство в последние годы получило существенную поддержку государства и число социально ориентированных предприятий неуклонно растет О том, как стать социальным предпринимателем, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова Для того, чтобы получить социальный статус, нужно получить социальный статус Социальный статус для этого нужно, во-первых, обратиться к нам в Центр Мы подскажем, мы дадим перечень документов, которые необходимо собрать и направить в наш Центр После этого мы это все проверим, где-то подскажем, потому что там есть определенные нюансы, есть определенные требования И после этого мы отправляем этот пакет документов предпринимателю, мы отправляем в полномоченный орган Выступает в полномоченный орган, это Министерство экономического развития Дальше они рассматривают этот пакет документов и выносят решение, комиссия выносит решение, дать социальный статус этому предприятию или нет Что дает нам социальный статус, я сразу скажу Нам это дает, то есть здесь вот, получается, официально это предприятие является социальным И оно может претендовать и получать меры государственной поддержки. Осенью в Черкесске откроется соборная мечеть имени имама Акзам Абуханифа. Одновременно здесь смогут находиться порядка 5000 верующих. На сегодняшний день проведены все коммуникации, отопления, установлены тёплые полы на цокольном и первом этажах. Всего мечеть имеет 33 купола. Внутренняя поверхность центрального купола выполнена мастерами из Турции. В эти дни мастера производят облицовку миноретов и благоустройство территории вокруг мечети, установку перил и, главное, люстры. Каждую субботу на территории мечети проводится субботник, и каждый желающий может принять участие в данном мероприятии. Председатель правительства страны Михаил Мишустин объявил о старте осеннего этапа туристического кэшбэка. Новый этап будет действовать с 1 октября по 25 декабря текущего года, а для круизов с 1 сентября до завершения навигации. Все регионы страны приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуется около 600 тысяч человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят. Еще об одном решении. По поручению президента правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет 20% от стоимости путевки до 40 тысяч рублей. Совсем недавно это было 20 тысячами рублей. Поселок Дамбай вошел в список самых популярных горных курортов для бархатного сезона. Российский сервис бронирования отелей и квартир твил.ру составил рейтинг самых популярных горных курортов для бархатного сезона. По данным твил.ру, туристы бронируют активный отдых в горах в начале осени от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 2,5 до 4 600 рублей в сутки. Органы прокуратуры республики провели проверку исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение требований безопасности при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Надзорными мероприятиями установлено, что в Карачаевске, Абазинском, Адагихабльском, Зеленчукском, Малокарачайском, Прикубанском и Хабесском районах в нарушении требований законодательства не осуществляется контроль за техническим состоянием оборудования игровых и спортивных площадок. Не организованы мероприятия по регулярному обслуживанию и ремонту оборудования. Прокуратура Черкеска, в свою очередь, выявила, что управляющие организации не организовали надлежащее содержание детских площадок, расположенных на придомовых территориях. Не обеспечено своевременное проведение ремонтных работ. По внесенным прокуратурой республиканской столицы представлением в адрес руководителей управляющих компаний, приняты меры к устранению нарушений. Прокуратура Малокарачаевского района провела проверку исполнения законодательства при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Малокарачаевском многофункциональном центре. Установлено, что вход в здание многофункционального центра и выход из него не оборудованы соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. На территории, прилегающей к многофункциональному центру, отсутствует парковка для автомобильного транспорта посетителей, предусматривающая места для специальных автотранспортных средств и инвалидов. По результатам проверки прокуратура внесла представление в администрацию Малокарачаевского района. В Республиканской конно-спортивной школе прошло праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное столетию Карачаева-Черкесии. Гостями стали более 50 ребят. Для них спортсмены школы провели зрелищные состязания по конкуру. После состязаний каждый гость смог покататься на лошади в сопровождении инструктора, а также сделать фото на память. В завершении детей ждала угощения. Ранее в Республиканской конно-спортивной школе побывали дети из семей беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Для них также была устроена яркая программа и конные прогулки. Один из самых популярных маршрутов курорта Архыз в Карачаево-Черкесии – экологическая тропа романтиков – теперь встречает гостей специальными указателями и информационными стендами. Туристы и раньше могли без сложности пройти по экотропе от верхней станции канатной дороги «Млечный путь» вниз по хвойным лесам и альпийским лугам к курортному поселку Романтик. Сейчас же на лесной тропе установлены указатели, которые дополняют маршрут. Например, показывают, как свернуть к ручью, а где остановиться на пикник. Также на тропе романтиков появились познавательные стенды. Они расскажут про горы и воздух Архыз, отслебные свойства кавказской сосны, помогут различать альпийские травы и разъяснят, как повязать ленточку на дерево желаний без вреда растению. В ближайшее время стенды и указатели появятся на более сложном эко-маршруте «Аланский путь», который ведет от верхней станции канатной дороги «Млечный путь» к нижней станции «Лунный экспресс». Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Днем в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 28-33 градуса выше нуля. В горах местами до 25 градусов тепла. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 32 градуса. Реклама. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новая грандиозная шоу Гиерация «Пещаная сказка». Код города 87937-296-58, категория 0+. Реклама. Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 211725. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Это были главные новости Карачаева-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова